Дорогие друзья, когда я общаюсь с активными христианами в церквах и со служителями церквей, то с удивлением обнаруживаю, что в основном говорят о служении, как эффективно служить, как мощно проповедовать Евангелие, возникает чувство, словно у всех у нас есть в кармане познание Бога. Ну, это не стоящая вещь, не стоящая даже, чтобы об этом говорить. Все мы знаем Господа. Главная задача, как можно более плодоносно проповедовать об этом Боге. Вот почему есть немало больших церквей, эффективных служений, и при этом мы регулярно слышим о падениях и о скандалах, связанных с известными проповедниками и с известными служителями. Почему? Да потому что можно построить большое служение, можно создать большую церковь, но при этом жить далекой жизнью от Бога. Скажешь, а почему церковь большая? Ну, благодаря нашим дарам, нашей харизме. При этом мы точно такие же, как директора или менеджеры успешных предприятий. Познание Бога не прикладывается к нашему служению. Иисус говорил, что мы должны прежде всего искать Царство Божие. Это не то, что у нас в кармане, и об этом даже не стоит говорить. Это самое главное, это основное. Иначе мы просто деятели различных религиозных организаций, во что, к сожалению, вылилось немало христианских служений. Поэтому мы проводим уже не первый год в нашей церкви библейские курсы, куда приезжают желающие не только из Екатеринбурга, но и из других городов. Мы в течение девяти месяцев, с сентября по май, и изучаем Священное Писание, и сами стремимся пережить Господа, переживать Его каждый день. У нас есть и загородные выезды многодневные, где мы практикуем молитву созерцания, или вот эту древнюю христианскую молитву, как называли ее, молитву тишины. И каждый день мы стремимся познавать Его. То есть не только наполняться учениями, наполнять нашу голову знанием, но развивать нашу духовную практику, что, к сожалению, было во многом в наших церквах утеряно. Наша конференция, наши семинары — это просто передача знаний. А где духовная практика? Где духовные упражнения? Где личный духовный опыт? Ведь это самое главное. И Иисус говорил, что все остальное к этому должно прилагаться. Мы не можем дать другим, чего у нас нету самих. Мы не можем людей знакомить с Иисусом Христом, если мы сами Его не знаем. Все, что мы можем, это просто увеличить численность наших религиозных организаций. Только зная Бога, ты можешь делиться этим знанием с другими людьми. Иисус говорил, что «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога». Вот в этом жизнь, не в работе, даже в самой прекрасной, благотворительной, церковной работе, какие-то репцентры, социальная деятельность — это все хорошо, как следствие. Но должен быть центр. И этому центру мы должны уделять больше всего внимания. Это должно быть прежде всего. Поэтому я приглашаю вас, приезжайте к нам в Екатеринбург в сентябре, где мы проводим наши библейские курсы. Я верю, Бог благословит вас. Мы будем стремиться лично переживать Его, лично познавать Его. Будем знакомиться и со Словом Божьим, и с практикой христианских церквей, духовной практикой, многих великих отцов веры. Как они переживали Его, как они были посвящены вот этим духовным переживаниям. Потому что Бог реален, и общение с Ним — это очень реальная вещь. Приезжайте, будем познавать Его. Друзья, мы сегодня разберем несколько, два места Писания, которые, я знаю, для многих непонятны. Для меня вообще были всегда противоречивы. И даже не думал, что когда-то я выйду проповедовать по этим местам. Даже не предполагал, честно скажу. Но давайте по порядку. Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Это место, когда я читал, думал, ну надо же, какая, как веет какой-то беспечностью. Вот кто из вас вообще не заботится о завтрашнем дне? Ни на работу не устраивает, ну зачем это надо? Ни холодильник не набивает, ни вообще ничего. Вот я всегда думал, как это так? Наш народ прожил многое, и голодное время, и военное время. Бог, ты, конечно, знаешь разные ситуации, но это точно не для нас. Для нас запасаться какими-то продуктами, в свое время запасались солью, в свое время делали какие-то запасы, а иначе нельзя. Бог, ты, конечно, извини, может быть, ты не все знаешь. Но, поверьте, в Библии нет ни одного местописания, которое бы к нам не относилось, которое бы проходило мимо нас. Ни одного. Джон Уиклиф в свое время перевел это место так, ну подытожил. Не будьте беспокойными, суетливыми по отношению к своей жизни. Благоразумие предусмотрительности с одной стороны и безмятежности, и доверия с другой стороны. И если перевести с древнегреческого, с оригинала, тут перевод чуть-чуть не такой, немножко не такой. Тут идет сослагательное наклонение, что у вас все есть, я вам обеспечил. Тут переводится, а не побить ли мне чего-нибудь еще такого, этакого, не одеть ли мне там восьмую рубашку, благо у меня семь есть. Вот какой-то такой перевод. И, как один сказал мудрый человек, самые большие беды в нашей жизни это те, которые не произошли. Мы часто думаем гораздо хуже об обстоятельствах, чем они наступают. Вот в сегодняшнем свидетельстве Лена очень четко сказала, но не каждый на это способен не допускать мысль. Потому что, когда ты что-то узнаешь негативное, какое-то событие произошло, почему-то шкала резко падает вниз, и сразу хочется думать о плохом. Вроде и не хочется, но оно как-то думается само собой. И ты уже в горести, в печали, в скорби, а на самом деле все не так страшно может быть. Поэтому самые большие беды, которые с нами не произошли, это надо знать. Тут просто перевод. Мы возьмем перевод правильный. И все для меня встало на свои места. А второе место писания, мы немножко подробнее на нем остановимся. в этой же книге, Евангелие от Матфея, 25 глава. Притча о десяти девах. Первый раз, когда я прочитал это место писания, нет, даже не прочитал, лет 18 назад я впервые услышал проповедь на эту тему. Я был еще тогда совсем молодой верующий, не так долго ходил в церковь, и, честно говоря, эта проповедь практически поколебала мою веру. Я был возмущен. Как это так? Более того, я привел своего друга, как молодой, ревнивый, я каждый раз приводил кого-то на собрание старался, и в тот момент я тоже привел друга, который долго упирался. Он послушал, он просто был вне себя. Он говорит, это в такого жестокого Бога вы верите? И с тех пор я его в церкви не видел ни разу. С тех пор он не ходил. И много лет мне понадобилось, чтобы переварить и чтобы понять то, что Бог хочет нам донести. Вот сегодня мы остановимся на этой притче. Если вы привели кого-то сюда впервые, то правильно сделали. Правильно сделали. Думаю, Бог даст мудрость. И сразу скажу, что в этой главе надо понимать, Иисус говорит несколько притч в 25 главе, в 24, в следующей уже, в 26, его возьмут, его арестуют и поведут на заклание. И поэтому там он будет молчать, когда царь его спрашивает, задает какие-то вопросы. Иисус молчит. Почему не отвечаешь мне, говорил царь? Но все, что Иисус хотел сказать, он сказал в этих главах. Он сказал, самое важное перед своей смертью, перед восхождением на крест. Точно так же, как когда людей кознят уже на, перед эшифотом, им дают последнее слово, они, конечно, говорят, самое важное, то, что хотят донести до людей. И Иисус как раз говорит здесь самые жизнеутверждающие моменты, самые важные. Итак, мы прочитаем с вами Евангелие от Матфея с первой главы. И Иисус говорит, тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные же, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам, он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Честно сказать, для нас эту притчу необычно читать. Что за масло, что за девы, где там они ждали, почему они во тьме там ходят, многое непонятно. Но для аудитории Иисуса Христа это было обычным делом. Обычным делом. Иисус говорит здесь, тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Иисус здесь говорит о верующих людях, о тех, кто посещает церковь, о всех, кто готовится ко встрече с женихом, с Иисусом Христом. Буквально несколько стихов раньше Он говорил о неверующих. Это в 24 главе 40 стих. Тогда берутся двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И тоже говорит, бодрствуйте. Вот там Он говорил, что даже муж и жена, но если один верующий, один любит меня, знает меня, в какой-то момент, в момент моего пришествия, он вознесется, а второй останется, останется молоть, останется на кровле, и так произойдет. Здесь Он говорит именно о верующих людях, о нас с вами, о нас с вами. И свадьба была большим событием, наверное, самым большим событием в семье. Выходила вся деревня, чтобы проводить молодоженов до их нового дома. Они шли обычно самой продолжительной дорогой, чтобы все их поздравляли, чтобы они были на виду. И быть подругой невесты это огромная честь. Огромная честь. Выбрали 10 человек. Свадебный пир, как правило, назначался на вечер. И светильники, если вдруг стало темно, это неотъемлемая часть этого торжества. Неотъемлемая часть. Подруги невесты должны были светить и сопровождать процессию. Без этого никак. Это ритуал. И что такое лампады или как тут переводится светильники? На самом деле речь идет о факелах, о палке с намотанной ветошью на конце, промасленной. И хватало примерно минут на 15 светить. Потом опять надо наливать масло, разматывать этот факел, тряпку, промасливать и опять наматывать. Вот такие были факелы. Иисус сразу ставит здесь разделение, ставит грань. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Тут можно много синонимов. разные переводы глупые, умные, мудрые, бестолковые, недальновидные, как хотите. В меру воспитания можно читать. Но Иисус сразу же разделяет. Таким образом, представляете, вот он говорит о нас с вами, о верующих, о церкви. Он говорит, половина, вот так вот по проходу взять. Половина из вас мудрые, а половина нет. Я даже для примера не буду говорить, кто, где, потому что мы решаем это сами. Всегда сидишь, когда и думаешь, не хотелось бы, чтобы тебя куда-то относили. На самом деле, это мы сами решаем. Это мы сами решаем в процессе христианской жизни. Иисус сразу разворачивает здесь события. Неразумные, взяв светильники свои. Почему они неразумные? Первая мысль. Потому что они не взяли с собой масло. А мудрые же вместе со светильниками взяли масло в сосудах своих. Честно говоря, даже кажется немного странно, ну взяли масло, ну не взяли, ну ничего же такого страшного нет. Когда мы куда-то собираемся и что-то забыли, это же не страшно в принципе. Можно куда-то сбегать, где-то спросить, почему сразу так обзывать-то глупые. Вроде ничего такого. И на самом деле, в тот момент, когда они собирались, скорее всего, было даже наоборот. Кто-нибудь был на свадьбе со стороны невесты? То есть вообще первая мысль, когда тебе говорят, когда тебе подруга говорит, я выхожу замуж, приглашаю тебя, мы приглашаем тебя на свадьбу, и ты сразу думаешь, какая первая мысль? По статистике, ты радуешься за нее? Нет, по статистике первая мысль, в чем мне идти? В чем интересно я пойду? В бирюзовом платье я у Ленки уже была, и ты думаешь, ты размышляешь, какие босоножки одеть, какой ремешок, какие там украшения, что? И думаешь уже сделать маникюр, педикюр, там что-то подготовиться, и что еще берут в руки обычно, когда идут на свадьбу? Цветы, подарок, какую-то сумочку, может, вдруг деньги там, выкуп, что-то еще. А, ну, со стороны невесты это не надо, фотоаппарат, может быть. Ну, то есть много всего берешь. Много всего берешь. В Израиле примерно было так же. Тоже были свои вопросы, свои проблемы, может быть, не так, как у нас, может быть, вместо фотоаппарата как раз подруги невесты брали светильник. Ну, честно говоря, он не очень сочетался с красивым нарядом, потому что он был весь промасленный, он был такой в масле, и честно говоря, но его надо было брать обязательно. В этом как раз и была часть подруги невесты. Это обязательный атрибут, его, конечно, все взяли. Но некоторые, написано, еще и взяли масло. то есть это небольшой какой-то флакончик или там оливковое масло из-за шанов в пробкой закрытой, которая можно такой непроливайка. Нет, это был сосуд, честно говоря, историки, которые описывают быт того времени, говорят, что это был глиняный, такой тяжелый сосуд, похожий на кувшин, он герметично не закрывался, он весь был тоже в масле, протекал. Честно говоря, даже в наше время, вот когда я был помоложе, и родители меня отправляли, например, ну, например, за молоком в магазин, это сейчас мы молочные продукты покупаем в тетропаках, да? Идешь сразу, берешь коробку или бутылку, а раньше было не так. Раньше тебя зовут домой, родители говорят, бери, что там бери, бидон такой, иди за молоком, 3 литра тут по 28 копеек, 84 копейки тебе дают, говорят, давай за молоком, и ты идешь. Честно говоря, посуда очень неудобная, вот я на практике знаю, очень, поскользнешься где-то, где-то там поиграешь с ребятами, или, например, когда купишь уже молока, идешь обратно, сколько раз такое бывало, идешь обратно, а ребята уже в футбол играют, и говорят, давай, как раз там одного не хватает, давай быстро, ты говоришь, да нет, сейчас я занесу молоко, они говорят, да быстрее проигрываем уже, ты говоришь, ну ладно, давайте, и ставишь его в укромное место, так, чтобы мяч не попал, так, аккуратненько, и все, растворяешься там в пыльной толпе, но по закону случайных чисел, это обычное дело, я не знаю, как так происходило, очень неудобно, очень неудобно, кто-нибудь ходит сейчас с бетоном, нет, и приходишь в магазин, причем, а там продают только одно молоко, и ничего больше, если повезет, сметана еще в углу стоит, там масло может быть, и все, больше ничего, целый огромный магазин, называется молочный, убрали это, все, еле нашел, спасибо, Александре, искал кувшин времен Иисуса, но не нашел, не смог, там было еще хуже, этот хоть легкий, а там был тяжелый, представьте, тяжелый, промасленный, и конечно же подруги решили не брать, ну зачем, у тебя и так столько всего в руках, еще этот факел, фонарь этот, конечно, они не стали брать, честно говоря, истинно верующие часто нам, часто кажется кому-то со стороны странными, зачем это делать, зачем приезжать к 8 утра на молитву, вот Юля сегодня рекламировала, просто призывала, потрясающее время там, зачем, вроде кажется, ну ты ходишь по воскресеньям, достаточно тебе, достаточно тебе одного светильника, зачем тебе какой-то запас, странно, зачем тебе на какие-то выезды выезжать, зачем тебе читать Библию вечерами или утрами, молиться, посвящать это время, зачем, вроде кажется, странно, но Бог называет таких людей как мудрыми, точно, мудрыми, и как жених замедлил, но они не рассчитывали, что он замедлил, правильно, я понимаю, невеста собирается, кто-нибудь видел, как невеста собирается, я не видел, честно говоря, но могу предположить, вокруг нее мама, бабушка, подруги, стилист, визажист, столько слов новых выучил, там, фотограф с ассистентом, видеооператор тоже с помощником, и все дают советы, все вокруг крутится, понятно, невеста может задержаться, потому что с нее сдувают пылинки, там смотрят, подожди, подожди, последний штрих, а здесь у тебя еще чуть-чуть промято, здесь у тебя что-то не то, хотят, чтобы выглядело идеально, но может она задержаться, а жених, рядом с ним папа, там, кто, тесть, брат, друзья, все ему советуют что-то, фотограф, ловит такой момент красивый, как он изящно натягивает носки, нету ведь такого, да, что жениху, в штаны запрыгнул, прическу поправил, бабочку так оттопырил, в общем-то и все, как-то, он должен быстро прийти, и подруги, понятно, говорили, зачем вы все это берете, зачем, он сейчас уже поскочит, он уже здесь, быстро, рядом, мы рассчитываем вот так, быстро, но они ошиблись, честно говоря, они ошиблись, по всем законам жанра он должен был прийти вовремя, часто бывало так, что жених приходил с другого селения, ему нужно было далеко идти, и честно говоря, он главная фигура жених, он может и прийти попозже, может и прийти там на другой день, они должны были ждать, они должны быть готовыми, мы идем с вами от стиха к стиху, 25-6, но в полночь раздался крик, вот, жених идет, выходите навстречу ему, перед женихом обычно бежали глашатые, это тоже часть свадебного ритуала, они кричали, жених идет, они как бы предупреждали, чтобы было время им выйти, подготовить эти факелы, в полночь он уже была полнейшая темнота, но поскольку они задремали написано, не просто задремали, так один глаз открыт, а еще уснули в конце, понятно, что им надо было проснуться, открыть глаза, навести какой-то небольшой марафет, может быть, и выйти, тогда встали все девы те и поправили светильники свои. До этого момента мы видим внешнюю часть, светильники были у всех, но сама начинка, то есть внешне, честно говоря, когда мы приходим в церковь, не отличить, у кого-то есть масло, у кого-то есть запас, кто там молитвенник такой, как ты можешь отличить? Никак. Мы ходим и поправляем свои светильники друг перед другом, так ведь? Так. Давай, благословлю тебя, брат, давай. Мы кажемся друг другу духовными, но только приход Иисуса Христа по-настоящему сделают срез, что у тебя внутри, что у тебя внутри. И причем не Он заправляет в нас это масло, а мы сами должны позаботиться. У некоторых, конечно, претензии, почему Бог не позаботился об этом? Эти девы неразумные наверняка кучу претензий предъявляли всем вокруг, но не стоит предъявлять Богу претензии. Все, что Он мог, Он уже сделал. И ни один человек не сделал столько, сколько сделал для нас Бог. Из семи миллионов живущих, те, кто будут жить, те, кто жил до этого, даже все вместе взятые не сделали, сколько сделал для нас Иисус Христос. Какие могут быть к Нему претензии, как я порой слышу? Никаких не может быть. Все, что в нас, вот что определяет нашу будущность. Ни много, ни мало Иисус здесь говорит, половина церкви будет не готова, когда Я приду. претензии, и поэтому Он перед самым важным этапом своей жизни предупреждает. Он и говорит эту притчу. Уже не так, как раньше говорил около, а говорит напрямую. Пять из вас будут мудрыми, но пять неразумными. Неразумными. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Представьте, с каким ужасом они поняли, что масла, того, что они взяли и налили в светильники, не хватает. Честно говоря, это большой позор выйти без огня. Выйти без огня. И они заметались в агонии, они стали спрашивать друг у друга, потому что если они нарушат эту церемонию, выйдут без огня, то весь позор будет на них, на их семье, на их отцах. Кто их возьмет замуж таких глупых? Эти мысли проносились у них в голове. Это страшный позор. Даже не сравнить, если на свадьбе пролил на себя кетчуп, порвал колготки, упал во время танца. Это не сравнить с тем, что ты вышел без факела. Позор. И конечно, они стали спрашивать друг у друга. Те говорят, так у нас у самих нету. Они стали спрашивать у мудрых. Дайте нам. А мудрые отвечали. Вот это то место, которое долго я не мог понять. Честно говоря, жадиной думаю. Ну, налили бы немножко, что у было бы от вас. Девятый стих. А мудрые отвечали. Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Вопрос не был в том, что у одних было на что купить, у других не было. Это вопрос своевременности, вопрос запаса. Иисус часто сравнивает и Библия масло с Духом Святым, с духовной силой. И духовной силой невозможно поделиться и невозможно переложить друг другу. Ходят верующие так. Слушай, ты такой верующий, мощный, можешь мне в карман веры своей немножко? Да конечно, давай, возьми. Даже не представить. Невозможно поделиться отношениями. Можно поделиться деньгами, можно поделиться какими-то вещами, кровом, кровью, не знаю, органом каким-то, стать донором кому-то, но отношениями личными никак. Это наша неотъемлемая часть. Понимаете, да? Об этом и была речь. Мудрые на самом деле в этот момент думали о женихе, о своей части. Они думали и были ответственны, чтобы вовремя встать и светить. Им еще предстояла большая дорога до дома жениха. Предстояла дорога. И они не могли вот просто так отдать, потому что они были ответственны. Они ожидали. Для них жених был главный. Не потому, что они жадные, а потому, что они думали о нем. Думали о нем. и никак не поделиться духовной силой, никак не поделиться теми отношениями, которые ты нарабатывал с годами. Один воспитатель в детском доме, одна воспитательница погибла в автокатастрофе, и когда представляли новую воспитательницу, директор говорит, вот любите ее. Ну как? Она несколько десятков лет, двадцать с чем-то лет вкладывала в детей свою душу. И чтобы точно такое же доверие заработать, это надо год за годом. Так ведь? Невозможно вот так по одному мановению волшебной палочки отдать эти отношения, заработать этот авторитет, эту любовь. Невозможно. Невозможно. Вот почему мы читали в 24 главе, помните, когда муж и жена например вместе находятся, когда Иисус придет, один возьмется, а второй нет. То есть насколько ты верующий человек, но ты не можешь своей верой как бы укрыть мужа и на прицепе утянуть его на небеса. Невозможно. Он останется там, где остался или жена, или вторая половина. У кого нет веры, невозможно. Возьмут только одного. Понимаете, да? Когда же пошли они покупать, то есть все-таки были где-то лавки, можно было ночью купить, но они пришли, одна лавка была закрыта, вторая на перерыве, сказали, да там есть загорой еще, пошли в третью, там не было разменных монет, что-то еще, где-то они ходили. Ну в общем, пока они ходили покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Вот момент, который мы с вами ожидаем, войти на брачный пир с ним, написано готовые, иисус иисус здесь однозначно говорит, будьте готовы войти со мной на брачный пир, ожидайте меня, ожидайте жениха, каждый день, каждую ночь, каждый вечер, не думайте, что он долго там не придет, или наоборот завтра придет, или что-то, вы не знаете ни дня, ни часа, он говорит в другом месте, но ожидайте, и великое блаженство быть с ним, войти на брачный пир, когда двери затворяются за тобой, за твоей спиной, иисус говорит, готовьтесь, собирай масло, вот это будет название проповеди, собирай масло, то есть если в первой притче мы читали, как будто бы не надо ни о чем заботиться, и мы поняли, Иисус не об этом говорит, здесь Иисус нам говорит о духовной части, о духовном нашем служении, собирай масло, причем он заранее предупреждает, помните, когда сон приснился фараону, и он призвал Иосифа, он говорит, сон странный мне приснился, истолкуй, Иосиф говорит, семь лет тебя ждут изобилие, а семь лет ждут голода, и он говорит, хорошо, будь управляющим, и собирай в житнице зерно в эти семь лет, помните, фараон тоже правильно сделал, что доверился Иосифу, хотя Иосиф, честно говоря, не управляющий, он не заканчивал каких-то учебных заведений, он просто дома сидел, одежду цветную рассматривал, братьям ходил покушать, носил, но Бог дал ему мудрость во всем государстве собирать в житнице зерно, собирать какую-то часть, причем эта информация скорее всего была у всех, все говорили, надо собирать, собирать, оставлять себе какие-то продукты, потому что будет страшный голод, но когда все хорошо, когда изобилие, как-то в это не верится, так ведь, что будет плохо, когда все отлично, да нет, всегда будет так, всегда будет так, и мы видим, что в основном люди не собирали, они просто наслаждались, пока не прошли эти семь лет и наступили другие, и тогда они стали приходить к Иосифу, продавать, отдавать серебро, отдавать скот, отдавать земли, отдавать себя в рабы, возьми меня, то есть Бог говорит, что важно собирать, но собирать духовное, собирать духовное, не думайте, что так будет всегда, вспомним Ноя, когда Бог ему сказал, построи большой корабль, воды не было в то время, даже никто не знал, что это такое, земля орошалась снизу, все говорили, ну ты странный, конечно, он говорит, да нет, будет дождь, будет потоп, пока это не наступило наконец-то, и пока люди увидели, что Ной прав, ну как они увидели, может в секунды своей жизни, когда захлебывались уже, может эта мысль промелькнула в их голове, ну и все, в общем-то, никогда ты не думаешь, что может быть по-другому, буквально на днях мы с дочкой ехали домой и смотрим, светофор не работает какой-то, потом смотрим второй, третий, четвертый, пятый, ни один светофор не работает, я смотрю, в домах электричества нет, вывески не горят, говорю, похоже, что и у нас, наверное, нет, что-то случилось, она говорит, ну не знаю, давай в магазин заедем, что-нибудь вкусненькое купим, раз будем дома сидеть без электричества, вот мы заехали в магазин, но магазин тоже не работал, все закрыто, там темно внутри, второй магазин точно так же, мы приезжаем домой, в подъезд, домофон, дверь открыта, домофон не работает, я говорю, вызывай пока лифт, лифт тоже не работает, пришли, ну самым большим, конечно, шоком было для нее, что и интернета еще нет оказывается, вдобавок ко всему, холодильник не работает, давай хоть чаю попьем и чая не поставить, потому что все на электричестве, даже такого чайника-то нет, как раньше, и у меня такая мысль, вот мы же вообще не готовы к этому, мы привыкли, что всегда есть, вчера и третьего дня, и всегда будет, и все нормально, но в какой-то момент Иисус говорит, может что-то отмениться, что-то может не быть, что-то может исчезнуть из твоей жизни, и тогда что ты будешь делать? Он говорит, ожидай, копи, собирай. Многое зависит от того, что было до этого, например, на каких-то больших соревнованиях, если спортсмен пришел и у него только мысль «Я победю», даже слова такого нет, но одной мысли-то мало, надо готовиться, основная победа из-за тренировочного процесса, не из-за того, что ты пришел на соревнования, так ведь? То есть ты из кофейни не вылазил, приходишь на соревнования и хочешь победить, не победишь никогда, так ведь? У нас студенты, знаете, бывают, прибегают, например, в какой-то день, говорят, где сегодня пары, где лекции идут? Им говорят, а сегодня не лекции, сегодня экзамен, как экзамен, а по какому? Ну, по сопромату. О, это что такое, мы учили что ли? Ну да, два года. Ух ты, дайте что-нибудь полистать тут, почитать по-быстренькому. Есть у кого? Нет? Вот это обычная картина. Вот как вы думаете, он на пятерку с плюсом сдаст или просто на пятерку? Преподаватель скажет, иди, где я гулял, так и пойди же попляши, скажет, да? то есть ты не будешь готов, ты не будешь готов. Многое определяет то, что было до этого, до этого. Помню, первый раз, когда услышал слово, словосочетание марш-бросок в полной амуниции, думал, что это такое? И сказали, о, серьезно, сейчас посмотришь. мне одна сестра, правда, сказала, не надо армейские примеры мне, много сестер, не все понимают, ну, один позволю, может быть, с вашего разрешения. И я понял, что это страшная вещь, действительно, когда одеваешься полностью в обмундирование, одеваешь подсумок, автомат, каску, бронежилет, там, значит, противогаз, и бежишь по песку. По песку просто даже бежать-то не очень хорошо. Ты, если на пляже лежишь, например, и надо замороженным сходить, ты же выбираешь асфальтовую дорожку, да, и не песок, а тут по песку и конца края нет. А помимо автомата у нас с одним моим напарником, у меня был еще гранатомет, а у него ручной пулемет. Ну, в общем, там по колено в песке с каждым шагом. А потом команды начались, рота газы, чтобы жара такая, ты еще одеваешь противогаз, вспышка справа, и ты еще ложишься. И помню, мой напарник, он буквально через 10 минут уже все бросил, говорит, не могу, все, делайте, что хотите со мной. Ну, так нельзя, конечно. Где мы его пожурили. Но когда мы разговаривали с ним потом уже, я говорю, ты спортом не занимался, ничего? Он говорит, да нет, играл в игры целыми днями, там, книжки читал. Меня родители-то, говорит, в армию загнали, чтобы, ну, как-то помужественней был. А он такой здоровый с виду-то, и думали, что он, его взяли вот в разведроту. Ну, потом, правда, исключили. Вот. Ты готовишься, это не когда пришел твой момент, а до этого. А когда пришел твой момент, уже поздно. Ты уже спрашиваешь, дайте лекции, дайте силы, дайте энергии, дайте мне духовного масла. А уже может быть совсем поздно. Когда ученики ходили с Иисусом, мы знаем, когда наступил апогей служения Иисуса, да, а про учеников. Когда Иисус взошел на крест, они разбрелись все. Они потеряли уверенность в завтрашнем дне. Они думали, что всегда будут с ним. Но тем не менее, мы видим результаты их служения. В том, что даже мы здесь сидим, мы находимся. Потом, через какое-то время, они начали проповедовать. Он явился к ним. Они уверовали и начали служить ему. Три года они ходили с ним. По идее, он же мог в последнюю неделю их набрать, да, или в последний день. Служил, а потом говорит, ребят, давайте, мне тут предстоит передать вам. Нет. Три года, день за днем. Они вместе ночевали, вместе общались, вместе слушали его притчи, спрашивали его, задавали какие-то вопросы. Три года они накапливали, копили, копили. И потом, когда он ушел, он был уверен в них. Ну, во всех, кроме одного, да. Они складывали все это в копилочку, но вера внутри них была. Вера внутри них была. Помните, женщину с салавастровым сосудом мира, она превратила свое земное богатство в небесное, моментально. Она копила для себя. Если бы она оставила это для себя, мы бы даже не узнали о ней, но она это отдала Иисусу. И он сказал, что будет везде проповедано о ней. Везде. Поэтому Иисус здесь говорит, будьте благоразумны, собирайте. Ведь даже Бог создал некоторых животных так, например, медведя. Он летом собирает себе запасы, чтобы зимой не умереть с голоду. Если бы он, например, не собирал запасы, зимой бы он не выжил. Так ведь мы думаем, думаем, смотрим о будущем. Помню, работал, когда я в одной риэлторской компании, и пришел, мне сказали быть с одним человеком. Он опытный, он тебя научит. Вот я был с ним. Расскажу один только случай. Пришла женщина, говорит, мне надо продать квартиру. Он говорит, хорошо, вы пришли по адресу, все отлично. Какой у вас адрес? Она называет адрес, дом, он говорит, квартиру. Он говорит, дом, конечно, не новый, сколько ему, лет 11, но хорошо, что помойка не рядом с вами, а с другой стороны, а здесь деревья растут. Она говорит, а вы жили в нем? Живете? Откуда вы так знаете подробно? Он говорит, да нет, просто я профессионал. Она говорит, ну надо же. Ну и там все хорошо было, сделка состоялась, когда она ушла, я говорю, откуда ты действительно знаешь все? Он говорит, первые годы, он приехал еще из деревни, первые годы, что я делал? Я ходил по городу, записывал адреса, тогда еще не было ни фотоаппаратов, ни телефонов, смотрел дома, смотрел, где что расположено, и целыми днями, квадрат за квадратом, у меня была карта, я сделал себе план, и я ходил и накапливал. Я говорю, ну ты даешь. А сейчас, конечно, говорит, у меня нет времени, но ты же видишь, почему идут ко мне, а к другим не идут? Потому что я вложил в это. Все на диван уходили после работы, отдыхали, а я шел и смотрел, и записывал. Я так удивился, думаю, надо же. Но результаты реально были. Иисус, смотрите, говорит, собирайте себе сокровища на небесах. Вот этот момент, вот это само слово, собирайте. Не то, что ищите клад какой-то, найдете и забирайте его себе, а собирать это по крупицам. Когда первый раз мы с родителями поехали в лес за ягодами, помню, я был маленький, и я увидел кустик черники, насобирал бидончик, такой же был, такой же бидончик. И вот было где-то вот так вот. Вот так вот. Я говорю, все, я собрал. Они говорят, отлично, края видишь? Вот надо до них. Я говорю, так это же долго и муторно, это же сколько... Долго, муторно, трудно, нелегко. Но мы за этим сюда приехали, поэтому давай, сынок. Иисус об этом и говорит, собирайте сокровища. Это по частям, по чуть-чуть, совсем помаленьку. Собирайте. 25 глава, 11 стих. После приходят и прочие девы. Купили где-то масло у спекулянтов там, у ночных. Прибежали и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Надеюсь, что ни у кого такой ситуации не было. Когда ты приезжаешь в ЗАГС поздравить своих родных людей, близких, приезжаешь, а все эти родные люди, супруг, супруга, все гости, вся родня уже выходят из ЗАГСа радостные, целуются, все. И ты как бы такой, опс, опоздал. Не очень как-то, да? Надеюсь, никогда не будет такое. Вот у этих дев так же примерно было, такое же состояние. Они пришли, а двери-то уже закрыты, уже все. Там музыка свадебная, там вальс Мендельсона играет. А они слушают, что там происходит. Да, я посмотрю. Нет, я посмотрю. Их уже не пустили. Нам всегда кажется, что да ничего, договоримся. Ну как-нибудь пройдем там. Не пройдем. Не договоримся. Не будет такого. Самый большой позор в то время это быть выгнанным со свадьбы. Идите. Все. Двери затворились. Двери затворились. Они не присутствовали, когда жених встретился с невестой, когда он поднимал покров ее, когда отец благословлял. Они не присутствовали при этом. Все. Идите. И не позорьте наш дом. Их выгнали. Как не хочется быть на их месте? Иисус предупреждает. Предупреждает об этом. Вроде бы было все рядом. Однажды один корабль плыл домой. Он находился в кругосветном путешествии. И уже сказали, что он появился. Весь город выбежал. Городок небольшой выбежал встречать. И все смотрели. Корабль приближался. И на виду у всех он краем борта своего врезался в риф. наклонился и ушел на дно. Началась паника. Отправили туда какие-то лодки. К сожалению, половина примерно погибла. Команды. Половина людей, которые там находились. И капитан тоже, поскольку он последний, выпрыгивал. И жена капитана безумными глазами бегала по пирсу еще несколько дней и кричала, погиб и так близко от дома. Погиб и так близко от дома. Это самое обидное. Он же был рядом. Иисус предупреждает нас, не погибните близко от Царствия Небесного. Так близко. Да дойдите, чтобы вам не попался этот риф. Дойдите. Второе Петра. Нет, давайте. Да, второе Петра. Третья глава, девятая, десятая стихи. Те, кто, конечно, знает. Так. Второе Петра. Третья глава. Девятая, десятая стихи. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Бог говорит, придет этот день Господень неожиданно. Неожиданно. Как тать ночью, как вор. День Господень. То есть сейчас наше время, наш день. Но придет день Господень, и все, уже ничего нельзя будет сделать. И еще здесь одна такая странность есть. Бог сравнивает этот день с кем? С вором, да? С вором. Кого-нибудь обворовали когда-нибудь в жизни? Поднимите руки честно. Ой, ой. Ну, тогда это для нас. Тогда это для нас. Вы знаете, что вор, он заранее не предупреждает. Он не приходит, говорит, сегодня вечером, если что, обворую. Мы как-то утром выходим, смотрим, кладовка открыта, и там нет всех наших велосипедов. Никто нас не предупредил. Никто не сказал заранее, перепрячьте, или как-то намотайте. Нет. Наши знакомые однажды уехали отмечать Новый год друзьям, и всю ночь вывозили у них всю квартиру. Все вывезли. Подчистую. Никто не предупредил. Я вижу, практически все пострадали. Вор приходит неожиданно, в какой-то момент. Ну, честно говоря, странное какое-то сравнение. Вот нельзя ли поэтическое, например, День Господень приходит так неожиданно, как ястреб нападает на кролика, или так нежданно, как меняется погода на Урале. Как-нибудь так вот, да? Почему вор-то именно? Я думал об этом, думал, а тут все просто. Тут все просто. Честно говоря, не кто-то придет вор в нашу жизнь, а мы сами себя обворовываем. А Бог приходит неожиданно. Мы сами себя лишаем важной ценности. Сами себя. Некоторые не вкладываются в детей, но с ужасом, когда они подрастают, видят в них себя. Помню случай был, когда я работал на заводе безалкогольных напитков. Там, правда, одна линия вина тоже была. И мы все время проходили через вахту, с мужиками там познакомились. Я был помощником сварщика, если надо кому-то что-то заварить плохо. И мне говорили все время, ты чего пустой-то выходишь? Пустой выходишь. Сварщик говорит, из моих электродов уже можно гараж, например, сделать только из одних электродов. Вино выносили, сахар что-то еще. Во времена дефицита. Мне говорят, надо что-то приобщаться к культуре-то. Ты молодой еще, неопытный. Я говорю, да мне не надо. Не надо это все. И никогда ничего не вытаскивал. Да даже там не брал. Там можно было брать все, что угодно, пить эти газировки, квас, все, что хочешь. Единственное, мне понравилось, там карамельная патока. Я ее просто в чай добавлял. Очень вкусно. Рекомендую. И только один единственный раз я притащил еду с собой, как обычно, в пол-литровой баночке суп. Суп поел, банку помыл. Думаю, ну, наверное, попробую домой, возьму, налью патоку и домой притащу. Буду дома еще чай пить с ней. Один единственный раз. И вот, когда прихожу к проходной, уже зашел, дверь закрылась, так светло, думаю, необычно. А потом смотрю, куча людей каких-то в погонах, что-то там слышу голоса. Так, здесь стоять, здесь лежать, покажи карманы, понятые сюда подойдите. Так, что-то такое, думаю, что происходит? А мне там с нашего цеха, дядя Володя говорит, да что-что, все, проверка пришла. Я думаю, вот это да, никогда ничего не тащил. И знаете, самое, самое тут страшное, это время ожидания. Вот эти мысли. Думаю, да зачем я ее, зачем я ее тащу? Сроду не надо. Дома, к слову сказать, никто и не пил с нее. Так она засохла, выкинули. Вот, но в этот момент, я думаю, куда бы еще, куда бы ее вылить, куда бы ее выбросить? Но на тебя смотрят, все, ты уже как бы в зоне ожидания. Смотрят, что ты делаешь. Я думаю, как-то бы ее, чтобы она превратилась так, муравья и уползла куда-нибудь, или что-то такое. Знаете, мысли. Просто позорище такое. Нам кажется иногда, вот мы несем что-то такое безобидное, сладенькое, маленькое. Да ничего страшного. Да все мужики вон, да все вокруг. Но в какой-то момент, я не знаю, как произошло, но не заметили. Что-то посмотрели, так странные, всякую ерунду тащат. Вот, и так все, проходи, не мешайся. Я вышел, думаю, чтобы я еще раз. Да никогда. Никогда. И больше никогда и не было такого. Сонные вахтеры сидят, они даже веки не откроют. Проходи, хоть танк вытаскивай. Я думаю, у каждого из нас какие-то моменты есть, когда ты думаешь, да это мелочь, да это ерунда какая-то. Да ведь? Да, ну ничего, этого нет страшного. Ну масла не взял, ничего в этом нет же страшного. Но Иисус говорит, это важно. Эта история показывает нам, во-первых, что все будет неожиданно, а во-вторых, что мелочей не будет. Не будет. Не будет. Целый ряд притч. До этого Иисус рассказывает притчу про раба, который говорил, да не скоро придет господин. Здесь эта притча тоже говорит о том, что Иисус приходит, когда Ему нужно. А третья притча про таланты, она говорит нам, что не надо терять время, надо употреблять свои таланты для Царствия Божьего. Собирайте сокровища. Собирайте, ожидайте, ожидайте. Иногда мы просто теряем суть. Мы ходим в церковь, но не приходим ко Христу. Не зря мы так подробно говорили о сборах подруг невесты. Просто в один момент одни думали о женихе, как будет лучше ему, что я могу взять для того, чтобы было лучше ему. А другие думали только о себе, о веселье, о том, как покрасоваться, о том, как легко провести это время. Они сделали себе какой-то план, но вышло не по их плану. Вышло не так, как они. Так ведь? Где Христос у нас? В центре Он или нет? Или мы в центре? Там, где сокровище ваше, Иисус говорит, там будет и сердце ваше. Там, где сокровище, там и сердце ваше. Самый мудрый человек кто был? Ларис, можно? Соломон, да? И мы не так давно рассуждали. Ведь он как плохо закончил. Он же мудрый. Но у него была мудрость, которая ценится в глазах людей. Приходили со всех земель смотреть на его мудрость, да? Разные люди, цари приходили посмотреть, как он управляет государством. Но настоящая небесная мудрость, она не такая. Она, как эти девы. Думать о Нем. Думать не о себе. Думать о Господе. Думать об Иисусе Христе, о женихе. Не терять время. Так не хочется быть среди той неразумной половины. Иисус однозначно нас предупреждает. Однозначно. Может быть, в глазах этого мира мы безумны, как написано, безумны Христа ради. Юродство проповеди. Может быть, это выглядит со стороны как-то некрасиво. Но Иисус говорит, в этом и есть мудрость. Не бояться запачкаться маслом, когда ты его готовишь. Не бояться каких-то вещей. Не бояться. И последнее место Писания, которое просто потрясающе открылось. Это Евреям, 9 глава. Послание апостола Павла к Евреям, 9 глава, 28 стих. Так и Христос, однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Однозначно написано, Бог говорит, Бог явится для ожидающих его, для тех, кто знает его, кто любит его, кто верит, кто ожидает его, кто запасся маслом, кто исполнен Духом Святым, кто живет каждый день, ожидая его. Может быть, он сегодня придет, вечером, или завтра, или третьего дня, или потом, но мы готовы. И вот для таких людей Иисус придет, уже не для очищения греха. Аминь. И давайте будем молиться, чтобы Бог говорил к нам, чтобы Бог открывал нам глубины своего слова, чтобы его слово воплощалось в нашу жизнь. Дорогой Господь, на этом месте мы поклоняемся Тебе. Иисус, мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал для нас. Благодарим Тебя за Голговский крест, за жертву, явленную на кресте, за Твою любовь и милость. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое Ты передал нам. Пусть оно оживает в нас, в наших жизнях. Мы жаждем, Господь. Мы жаждем быть мудрыми, идти по Слову Твоему. Великий Господь, ожидать Тебя, ожидать Твоего святого присутствия. Найти, искать, собирать, благословлять. Великий Господь. Все мы внешне одинаковы. Одинаково. Господь. Но все, что есть у нас внутри, это будет определять нашу вечную жизнь. Великий Бог, дай нам мудрости. Дай нам мудрости. Дай нам мудрости. Дай нам мудрости. Попасть на небеса, идти за Тобой, любить Тебя, слышать Твой голос, ожидать Тебя, Господь. молиться к Тебе, осизать Тебя рядом, великий Господь, и поклоняться Тебе во всякое время, на всяком месте. Мудрости. Если ненавидится,